Здравствуйте! С вами Виктория Балюкониня и обзор важнейших событий Литвы и мира – новости недели. На протяжении всей недели проходили подготовленные международные организации Open IPTV Forum и группы предприятий «Пеньки континенты» конференция и симпозиум, посвященные IP-телевидению. Продолжаются дискуссии об архитектуре услуг, маркетинге, управлении, обсуждаются вопросы организации работы и сертификации. К открытому симпозиуму в пятницу присоединился министр транспорта и связи Региус Масюлес, а также интересующиеся IP-телевидением люди. Open IPTV Forum объединяет таких лидеров рынка информационных технологий, как Cisco, Motorola, Gemalto, Philips, Sun, Microsystems, Sony, Nokia. Open IPTV Forum создан в 2007 году, а в прошлом году компания «Пеньки континенты» – первая из балтийских стран, стала членом вышеупомянутой организации. В 2007 году «Пеньки континенты» коммуникации «Центрос» первый в Литве начал предоставлять свои услуги IP-телевидение. Много говорить обо всех известных интерактивных услугах, думаю, не стоит. Сегодня создатели IPTV-технологии смотрят в направлении персонального телевидения. Это значит, что пользователям должны быть предоставлены возможности, согласно своим потребностям, привычкам, хобби, образу жизни, самим создавать то, что они хотят видеть на экране. И здесь открываются огромные возможности. Наша компания сегодня ориентируется на услуги IPTV в сфере банкинга и ритейла. Пользователь на ТВ-экране может позволить себе покупать, продавать, просматривать различные выписки, в том числе банковские, производить оплату, в случае необходимости рекламировать свои продукты или услуги через виджеты. Мне приятно приветствовать участников симпозиума, организованного OpenIPTV-форумом и группой предприятий, учредителей OpenIPTV-форума и гостей. На самом деле потрясающие числа, когда в третий четверти прошлого года число пользователей IPTV выросло на 5,3%. Эти цифры показывают, что не так давно вышедшие на рынок IPTV завоевывает симпатии пользователей. Потому что эти услуги позволяют не только смотреть прямые трансляции, но и пользоваться множеством других интерактивных преимуществ. Интернет и игры на экране ТВ, запись программ для дальнейшего просмотра, создание персональной сетки, радио на телевизоре, управление ТВ с помощью мобильных устройств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Союза либерал-центристов Альгисов Чапликаса. Своё мнение по поводу увольнения руководителей СРФП я уже не раз высказывал. Ещё раз повторю, что такое увольнение было ошибкой. Водоват лейдимас был клада. Беабе, буту геряуся, если... Без сомнения лучше всего было бы, если бы министр Палайтис и Союз либералов и Центра поняли, что на мнение комиссии нельзя не реагировать. У министра должна быть поддержка премьера, президента и большинства Сейма. Мы обсудим сложившуюся ситуацию с партнерами по коалиции, но за работу правительства отвечает премьер. Я уже говорил, что Палайтис и Союз либералов и Центра должны серьёзно рассмотреть выводы комиссии. Здоровье первого премьер-министра независимой Литвы, сигнатора Акта независимости, профессора Казимира Данутя-Прунска, не понемногу улучшается. На этой неделе после перенесённого инсульта председатель Народной партии Литвы пришла в сознание и доктора отмечают положительную динамику и улучшение в состоянии здоровья. Перед весенней сессией Сейма президент Литвы Даля Грибовская традиционно обсудила важнейшие законодательные инициативы с членами правления Сейма и председателем Сейма Ириной Дегутеня. Озвучивая основные приоритеты, глава страны подчеркнула, что с приближением выборов Сейм не должен допустить, чтобы политические амбиции затмили важную для страны работу. В списке важных политических задач президент назвала финансовую дисциплину и жизнь посредства. Мировые новости В воскресенье в России прошли выборы президента. В них безоговорочную победу одержал занимающий пост премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин. По данным посольства России в Литве, правом голосования воспользовались 4661 гражданин России, проживающие в Литве, что на 70% больше, чем во время последних выборов в Думу в декабре 2011 года. В воскресенье мы будем отмечать 22-ю годовщину восстановления независимости Литвы. Традиционно в праздничные дни предусмотрено множество мероприятий. 11 марта в 10 часов начнется торжественная церемония поднятия флагов трех балтийских государств на площади независимости. По проспекту Гедеминоса пройдет торжественным маршем оркестр литовской армии и рота почетного караула. Все ими будут открыты выставки. Не пропустите эти праздничные мероприятия. Чемпионка Европы, гроссмейстер Виктория Чмелития в первенстве континента по шахматам среди женщин в Турции завоевала пятую победу и с пяти очками из шести остается пятой. Вчера представительница Литвы обыграла немку Элизабет Паец. Удастся ли нашей спортсменке зачастить свой титул, станет известно после 11 тура игр 13 марта. В пятницу пять литовских легкоатлетов начали борьбу на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. В первенстве проходящем в Турции с 9 по 11 марта участвуют многоборка Аустроскуите, спринтеры Рити Соколауско, Слина Гринчикайте и Саната Томашайтите, а также прыгунья в высоту Ауриня Пальщите. Последняя уже выиграла свою путевку на Олимпийские игры в Лондоне. Оставшиеся спортсмены будут пробовать выполнить Олимпийские нормативы. В выходные погода начнет понемногу меняться. На смену снегу придет дождь, однако солнце тоже порадует нас своим появлением. Днем температура воздуха достигнет 2 градусов тепла. На следующей неделе мы сможем насладиться по-настоящему весенней погодой. Днем термометр будет показывать плюс 5, ночью 0 градусов. На этом у меня все. Желаю вам солнечных праздничных выходных. Проведите их со смыслом. Всего доброго.